Всем привет, друзья! Ставка 40 тысяч рублей на матч в субботу. Это второе из трех видео. Обязательно посмотрите все. Здесь тоже много интересных матчей. И АПЛ, и матч Зенита, и Чемпион Франции. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду вашей поддержки. По ссылке в описании переходите на мой телерам-канал, где я бесплатно выкладываю для вас там ставочки на само-маркеты и другие события. Там ставок больше, чем в Ютубе. И, конечно же, добавляйтесь в чат ставочников, где вы можете всегда обсудить свои мысли. Все ссылки в описании. Против Урала. Ну, Зенит уступил 3-0 Брюге без дзюбы, с некоторыми другими травмированными футболистами. И теперь можно сфокусироваться на Чемпионате России. И, конечно, матч против Урала. Зенит очевидный фаворит, особенно учитывая то, что играет дома. Последние двух матчей Зениту немного не везло. Но, во-первых, они были гостевыми в РПЛ, и они не смогли держать победу. Дома все-таки Зенит играет получше. Во-вторых, 2-2 с Ахматом, где левый пенальти ворота Зенита поставили. 0-0 с Ульским Арсеналом на выезде тоже, где Зенит упустил. Примерно 5-7 моментов, чтобы забить. Так что, в любом случае, здесь я жду от Зенита только победы. Дома они вот у Краснодара последние домашние матчи в РПЛ 3-1 обыграли. В 12 матчах подряд у Зенита тот был меньше 4-5 проходит. Поэтому прям много голов я не жду. Удзюба под вопросом этого поединка, но зато Аздоев и Круговой вернулись и выходили на замену матч против Брюгге. И плюс Мальком, Дрюсси, Азмун, которые тоже недавно были травмированы. С каждым матчем, даже проигранным матчем набирают форму. Урала, если посмотреть по статистике, команда вообще после времени не проигрывает. Но показывает ли она хороший футбол? Абсолютно нет. Не во всех матчах. Вот в прошлом туре играли против Сочи. Весь первый тайм Сочи просто доминировал. Обязан был забивать. Затем, на мой взгляд, довольно сомнительное удаление в первом тайме у Сочи. И в большинстве, не без большого везения, все-таки Урал додавил. 1-0 победил. До этого 0-0 сыграли с Ротором на выезде, где тоже были, на мой взгляд, ближе к поражению, чем к победе. И дома до 2 сыграли с Спартаком. Да, в этом матче действительно сыграли неплохо. Но в выездных матчах Урал смотрится намного хуже. И в личных встречах дома Зенита обыгрывает Урал 7 матчей подряд. В последний раз обыграли 7-1. Но я думаю, что в этом матче столько много голов Зенит не забьет. Две ставки у меня. Первая. П1 плюс Total меньше 4-5. Коэффициент 1-66. 2,5 тысячи рублей ставлю. И столько же ставлю на второй тайм. Университет Тотал Зенита больше одного за коэффициент 1-76. Монпелле играет против ПСЖ. У Монпелле 4 победы подряд. Команда действительно шикарную форму набрала. 0-1 обыграли на выезде Лориан. 4-3 Страсбур. 0-2 Бордо. И 0-1 на выезде Сент-Этьен. Что касается ПСЖ, то они проводили матч Лиги Чемпионов. Сейчас, вероятно, находятся под некой эйфорией. Потому что смогли обыграть 3-1 Манчестер. Юнайтед. Если обыграет Башик Шекир, матч остается уже во вторник. То займут первое место в группе. Гарантируют его себе. Поэтому ПСЖ свойственно иногда расслабляться в чемпионате Франции. Вообще, два матча подряд в местном чемпионате они не выиграют. Как раз-таки после другой важной победы над Лейпцигом 1-0 у Лиги Чемпиона сыграли 2-2 с Бордо. А до этого и вовсе уступили 3-2 Монако, введя по ходу матч 0-2. Так что много пропускает ПСЖ. А Монпелье хороший. Монпелье играет дома. И в личной встрече в 3-4 играх обе забьют проходят. А дома, когда Монпелье играет против ПСЖ, в двух матчах подряд ОЗ залетает. В прошлом домашнем матче 1-3 уступили ПСЖ. А до этого победили парижан 3-2. И в 4 домашних матчах 2 победы у Монпелье и лишь одно поражение. Поэтому я беру обезобью, коэффициент 1-81, 2900 рублей оставлю. У Рена играет против Фланца, тоже здесь жду голы. У Рена есть травмированные футболисты. Нападающие Гераси, Терье, полузащитника Гуарта. У Рена, конечно, ужасная статистика. В шести матчах лишь одна нечая, целых пять поражений в последнее время. В 11 матчах подряд Рен пропускает. Уступили 1-0 Краснодару. Тем самым даже в Лигу Европы Рен теперь не выйдет. 1-1 сыграли со Страсбуром. 1-2 уступили Челси, 0-1 проиграли Бордо. Что, кстати, Лансов довольно результативная и интересная команда. В прошлом туре дома уступили 1-3 Анже. Но Анже в последнее время действительно хорош, играет очень солидно. 1-1 разочли с Миром с Нантом. 0-1 на выезде обыграли Дижон. 4-4 сыграли с Реймсом. Во всех четырех матчах после карантина Ланс забивает. В трех-четырех обе забьют проходят. И в шести из девяти последних игр тоже обе забьют залетают. Моя ставка обе забьют. Коэффициент 1-88, 2700 рублей оставлю. Мансити играет против Фулхэма. Ну, Сити здесь очевидный фаворит. Спорту они немного размяли. Среди недели 0-0 сыграли на выезде. По сравнению сити немного забивает. Но, наконец-таки, прорвало их в прошлом туре АПЛ. 5-0 разгромили Берли. Уже после спиртайма счет был 3-0 в их пользу. Также 0-1 до этого Лиги Чемпионов Олимпиакоса. Обыграли. Единственный угол в первом тайме забили. 2-0 сутпили Тоттенхэму. Один-индин сыграли с Ливерпулем. Но здесь Фулхэм. Команда, которая гораздо слабее. На старой сезон вообще Фулхэм всем подряд проигрывал. И для меня это был главный кандидат на вылет. Но в последнее время по результатам Фулхэм чуть-чуть прибавляет. В прошлом туре 1-2 даже Лестер на выезде обыграли. Но все равно 2 победы, 1 ничья и 6 поражений в 9 последних матчах. 2-3 уступили Дома Эйртону. Перерывы угорели уже 1-3. 1-2 проиграли Кристал Пэллс. Тоже после спиртайма уже проигрывали. Так что Сити, который всегда здорово проводит первые 45 минут. Уверен, что в этом поединке тоже забьет. Может быть даже больше гола в первом тайме. Первый тайм в форме минус 1 на Манчестер-Сити. Коэффициент 1.84. 2.800 рублей оставлю. Челси играет против Лидс Юнайтед. У Челси была масштабная ротация против Севиле. 0-4 тут матча не победили. Но Севиле тоже проводил большую ротацию. Так что тут матч я бы во внимание особо не брал. Единственное, что отмечу, это покер Жеру. Оливье, лучший нападающий Челси. Он это раз за разом доказывает. Лэмпорт ему вообще не дает шансов в ВПЛ. Но он принес победу с Реном. Через 5 минут после выхода на замену в прошлом туре Лиги Чемпионов. И вот в этом туре Лиги Чемпионов оформил покер. Причем забивал голы на любой вкус. И доказал, что мастер высочайшего уровня даже в таком возрасте. Челси до этого 0-0 сырал с Тоттенхэм. 1-2 обыграли Рен. 0-2 Ньюкасл победили. И 4-1 Шеффилд Дунайд. В 7 из 8 матчах Челси забивает 2 и более голов. Играет против результативной команды Лидса. Команда Биелоса играет довольно открытый футбол. Любит контролировать мяч. Старается действовать с позиций силы. Так что мне кажется матч будет очень интересным. Содержательным. Должны быть голы. И Челси пару голов должен забить. Дейлиц тоже парочку может закидать. Потому что в прошлом туре на выезде выиграли 0-1 Эйртон. Ранее сыграли 0-1 с Арсеналом. И уступили 4-1 Кристопелос. 1-4 Лестеру. Также мы помним результативный матч Лидса на старте сезона. 4-3 с Ливерпулем и Фулховом. В общем мой прогноз. Обе забьют плюс тотал больше 2,5. Коэффициент на них 78. 2 800 рублей оставлю. Вестхэм играет против Эмью. Здесь я просто не сомневаюсь, что Вестхэм даст бой. И для меня Вестхэм является фаворитом. Я не согласен с котировками Букмекера. Потому что Эмью был сложнейший матч в Лиге Чемпионов с ПСЖ. В среду 1-3 уступили. Сейчас матч в субботу с Вестхэмом. А во вторник уже важнейший матч в Германии против Лейпцига. Где нельзя проигрывать. И получается за неделю целых 3 поединка. Так что в ЭПЛ вполне возможно какая-то ротация будет у Манчестера. Потому что главный матч будет во вторник. Матч жизни и смерти. Где решится выйдет ли Эмью в плей-офф Лиге Чемпионов или нет. Да и без этого. Даже играя с основным составом. В прошлом туре они 2-0 проиграли Судгент. Но совершили камбэк. 2-3 победили. Но столько пропустили. Пропустили от Истамбула в обоих матчах. В одном даже проиграли. 1-3 обыграли Эритон. Но тоже пропустили. То есть в последних 3-6-7 игр Эмью пропускает. Что касается Вестхэма. Команда в шикарной форме находится. У них 3 победы подряд. Вы скажете. Ну Олег, они играли в последних матчах не с самыми сильными соперниками. 2-1 обыграли Астон Виллу. 0-1 Шеффилд. 1-0 Фулхэм. Да. А до этого они 3-3 сыграли с Тоттенхэм. 1-1 с Мансити. 0-3 обыграли на выезде Лестер. И 4-0 Глурхэмптон. Это тоже слабые соперники. В личных встречах 4-х матчах подряд. Вестхэм забивает Манчестеру. И дома одержит 2 победы подряд. На Демью со счетом 2-0 и 3-1. И согласитесь. Довольно уверенные победы. Так что здесь у меня 2 ставки. Первая. Индивидуальный Тоттл Вестхэм. Больше нау. Коэффициент не на 83 тысячи рублей. Я ставлю. Вторая ставка. 4-1-0 на Вестхэм. Коэффициент 2.70. 2.500 я ставлю. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Переходите в Телеграм с дополнительными бесплатными прогнозами. Подключайтесь к нашей беседе. Все ссылки в описании. Успехов вам. Увидимся в следующих видео.